Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас я буду вам показывать сорт сибирскую тройку в теплице, описывать его. Только что я выложила видеоролик, где сибирская тройка растет у меня на улице. И уже некоторые торопыги выставили комментарии. Марина Манькова написала, это не сибирская тройка, вот это как раз сибирская тройка. Я это точно знаю, много лет я выращиваю, я могу вам даже прочитать ее описание, которое дает нам производитель на пачке. Вот написано, сибирская тройка, новый высокоорожайный сорт сибирской селекции для открытого грунта и теплиц. Сорт среднеранний, с компактным штамбовым типом куста, высотой до 60 см. Плоды красные, яркие, правильность перцевидной формы, крупные. Вот они, они как раз яркие красные плоды, один переспел отвалился, правильной перцевидной формы. Вот это и определяется, что это именно сибирская тройка. Его можно было бы перепутать с петрушей, но у петруши такие же плоды, но розового цвета. Дальше пишется, первые плоды длиной до 15 см, весом 350 грамм. Ну плоды хорошие, крупные, да. Вкус и сладость, ну тут я дальше не пишу, урожайность, ой, не буду читать. Урожайность 5 кг с растения, в сочетании с низкорослым типом куста и высокой урожайностью. Сорт считается очень, так, сорт практически не требует посынкования, высаживать 3-5 растений на метр. Но это не, дальше там уже не важно, как просев и все, посев. Вот это и есть та самая сибирская тройка. Она толстоногая, она в рассаде не вытягивается, у нее очень толстый стебель. У нее вот эти, которые как раз я вам на улице показывала, вот эти вот зеленые листья, которые она раскидывает очень-очень далеко. Сейчас поднимусь, покажу вам. Вот, и сейчас я на улице показывала кустик. Он был очень маленький, чуть выше колен у меня. А здесь, в теплице, эта сибирская тройка выросла так, ну мне почти по плечу, где-то метр двадцать. Это от различных условий выращивания. Видите, вот они листья, про которые я показывала, зеленые такие, длинные. Вот это и есть истинная, настоящая сибирская тройка, которая отличается изумрудно-зеленым цветом лица. Ой, листа! А Марина Манькова, какие у вас считаются сибирской тройкой, я не знаю. Но вот это наш сибирский сорт, исконно сибирский. Мы его выращиваем много-много лет. Я его знаю наизусть и узнаю по листу, и с закрытыми глазами, по плодам и все. Поэтому не надо писать, что это не сибирская тройка. Она у меня в трех местах выращивается. Вот здесь в теплице, вот так она выращивается. Там в открытом грунте, в помидорном поле, где я показывала, без посынкования выращивается. Еще выращиваю на горе, где вот там черным полотном укрыто. И во всех трех местах эта сибирская тройка, у нее очень отличительные листья, ее ни с чем не перепутаешь. И у нее очень отличительные вот эти томаты, форма и цвет, таких вторых нет. И у нее очень вообще строение этого самого куста очень отличается от всех других. Но я отвлеклась, хочу сказать, что вот в теплице я ее выращиваю с умеренным посынкованием. Вот смотрите, у меня осталось тут четыре, по-моему, вот таких как пасынка. Ну, тут один ствол, другие пасынки, тут уже не поймешь, какие из них стволы, какие пасынки. Остальные я удалила для того, чтобы, сейчас сорву, для того, чтобы укрупнить немного плоды. Ой, смялся между стволиками. Вот видите, и поэтому плоды получаются такие крупненькие, хорошие. Сейчас оторвем. Вот такой длины они, в длину моей руки полностью. Буду дегустацию проводить, я еще дополнительно расскажу. Но вот сибирская тройка в теплице выращивается так. Вчера я вам показывала сибирскую тройку на улице, которая без посынкования. И еще потом третий вариант сибирской тройки на горе покажу еще раз. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это краткий обзор томата сибирская тройка в теплице.